Однажды в лесу к Филину обратились мыши и говорят, ты мудрый, Филин, может ты нам поможешь? У нас проблема. А тут на ветке высоко сидит такой важный, лупоглазый такой Филин, крутой. А маленькие мыши вот стоят внизу, головенки задрали и спрашивают им, в чем проблема? Понимаешь, мы маленькие, нас все обижают, жратву отбирают, нас все ловят, короче, все нас хотят сожрать. У нас большой проблем, как нам быть? Он говорит, ну в общем так, вам надо обрасти иголками, острыми желательно, и стать как ежики, и бегать быстро. И тогда вас никто не станет есть, сами вы будете брать все, что вы захотите, и будете свободны, потому что иначе вам подавятся ваши иголки. Спасибо тебе, Боже, спасибо, и побежали мыши. Бегут одна, говорят, а как им иголками-то обрасти? Ну давай как-нибудь. И начали пыжиться, тэк-мэк, и растут иголки. Побежали к Филину и говорят, слушай, ты такой классный совет дал, а как нам обрасти иголками-то? Он говорит, это не моя проблема, я стратег, я только советы даю, а вы уж как хотите. В сетевом бизнесе таких стратегов пруд-прудик. Зайдите в интернет, и вы увидите море желающих научить вас, как делать бизнес. Эти люди рассылают рассылки, рассказывают вам всякие байки о том, что немедленно все должны включиться на их рассылку, подписаться, потом попасть к ним на обучение, или купить электронную книгу, или еще что-нибудь, и они вам там расскажут, как вы станете богатыми, крутыми, и просветленными, и так далее, и так далее, и так далее. Конца и края этой песни нет. И люди ведутся как полные идиоты, как мыши. Ну чему может научить вас человек, который сам этого не делает? А если он сам не делает, то значит он или не верит в то, что это возможно, или не умеет, не может, или не хочет. Потому что это трудно, и он не знает на самом деле как. И мы, дистрибьюторы, в основном новички, молодежь, или просто лохи, которые раз за разом попадаются, платят деньги, тратят время, усилия, и бесконечно учатся у этих умников. Послушайте, фигня вся на постном масле. Надо найти человека, который делает реальную работу. Зарабатывает на этом деньги. Ведет сам бизнес. Сам этот бизнес делает своими собственными мозгами, руками, своевременем, энергией, и живет на эти деньги. И если учит чему-то, то учит прикладным вещам. Он просто показывает, как он это делает. Есть такой закон, закон Мерфи. Их много. Один из них звучит так. Кто может, тот делает. Кто не может, тот учит, как делать. А тот, кто не может учить, как делать, учит, как учить делать. То есть, чем хуже профессионал с точки зрения дела, о котором идет речь, тем больше времени он посвящает обучению других. И не работает сам. Кто может, тот делает. А вот тот, кто уже или еще, или никогда не мог, тот учит. Книжек написано, гора, бабла накожена на этих книжках для дураков, для нас с вами, которые верят. Очень трезво надо смотреть на вещи. И доверять только тем, кто практически занимается этим бизнесом сам и имеет успех. И у него есть какая-то система, какой-то метод, какой-то прием, какие-то знания, какая-то сила, уверенность в себе. И он это реализует в своем собственном бизнесе. За таким человеком надо идти, на такого человека надо смотреть. Иногда они очень редко пишут книжки. Если вам такие книжки попадаются, то значит, вам повезло. А если вы читаете из пальца высосанной теории, чтобы заработать на нас с вами деньги, то вы, значит, попадаетесь, как те мыши под филина. И филин вас имеет. Не поддавайтесь, не поддавайтесь никаким мудрецам, стратегам и умникам, которые зарабатывают на обучении других этому бизнесу. Ищите себе спонсора настоящего. Удачи вам. Пока.